И подходы к проведению мобилизации крайне жесткие, со стороны следующие, если представители военкоматов не выполняют требования, то к ним требования и те задачи, которые на них возложены, к ним принимаются достаточно жесткие меры воздействия вплоть до содержания на галфахте. По итогам пятой мобилизации четыре военкома случились дисциплинарные осыскания, находились на галфахте. Как такие меры? Насколько они эффективны? Лучше потом начинают работать? Насколько лучше, хуже? Есть методы влияния на неродилок, есть методы поощрения тех, кто хорошо зарекомендовал себя в ходе проведения приятных. Как вы видите, для кого-то не секрет, военными комиссариатами совместно с представителями областных и местных государственных администраций принимаются все меры для того, чтобы выполнить задачи по защите нашего государства. Второй, нетипичные методы используются, но все эти методы ни в коем случае не претворечат законодательству Украины. Мы действуем в рамках законодательства Украины. С одной стороны, государство достаточно жестко регламентирует действия неродилых исполнителей, как представителей военных комиссариатов, так и представителей местных органов государственного управления. С другой стороны, есть четкая финансовая мотивация тех военных службщиков, которые принимают решение, остаются проходить службу в рядах вооруженных систем Украины после того, как выходят в сроки их нахождения в армии. И соответствующие дополнительные материальные возграждения, премии и обеспечения с пакетом. Поэтому принцип такого дифференцированного подхода, с одной стороны, хвалим тех, кто молодцы и родивы, с другой стороны, наказываем тех, кто не родивы. То есть абсолютно прозрачно и адекватно реагируем на все эти моменты. Крайне жесткие подходы идут к тем представителям как государственных органов власти, так и гражданам Украины, которые пытаются шельмовать на всех этих процессах. То есть взятки, резонансный случай с задержанием областного военного комиссариата города Одесса, который был задержан на приколочении взятки, будет проведено следующее расследование. Суд и военнослужащие получатся заслугами. Также есть факты в связи с тем, что привлечены к уголовной ответственности гражданам Украины, которые скрывались от мобилизации. Нет, чутка статистики нет, но знаю, что там в ряде случаев звучала информация, а 2,5-3 лет не получили сроки.